Да будет свет! Шуточное продолжение этой фразы, известное каждому школьнику для жителей улицы Пожарского, стало причиной всех проблем. В один прекрасный день с улицы исчезли все фонари. И уже второй год 49 домов каждый вечер погружаются в непроглядную тьму. Дети из школы во вторую смену боятся ходить по нашей улице. У нас на улице живут три участника войны. Значит, получается как? Скорая приезжает к ним, они не могут найти номера домов. Настолько здесь темно. А тут гивель. Ребенок пойдет, и ребенка отпустить нельзя. Вот так вот сейчас рано темнеет. Боятся жители улицы не просто так. Один из них, ветеран Великой Отечественной Борис Иванович, уже пострадал от рук неизвестных во время вечерней прогулки. Я иду, и из этих растений схватили или часы смеяли, и вот такое. И сейчас вот такая же у нас темнота. Вечером идешь и боишься, как бы себя не огрохнули. После исчезновения фонарей люди писали во все инстанции освещения, обещали вернуть, но столкнулись с новой проблемой. Изначально были фонари с совместной подвеской по опорам абонентской сети. Фирма ВАД реконструировала в 2008 году свою линию и ликвидировала ее полностью. Перенесла свою линию на высоковольтные опоры. Мы, по правилу, не имеем права переносить нашу линию на эти же высоковольтные опоры. В последнем письме от районной администрации поставить новые фонарные столбы обещали в третьем квартале года. Правда, подобные обещания были и раньше, и люди верят уже с трудом. Начинаем строительство. В этом месяце линия будет построена. Это имеется в виду участок от улицы Горького до Александра Невского. Главное, говорят жильцы многострадальной улицы, чтобы все сделали до начала зимы. Алла Филиппчик, Андрей Климантьев, Вести, Мордовия. Продолжение следует...